Не в рамках заседания Совета, а просто в тесном депутатском кругу. Народные избранники обсуждали единственный, но, пожалуй, самый важный вопрос следующего года. Это городской бюджет. Его основные параметры озвучили финансисты. До входа 2020 года 305 952 144,21 копейка. В том числе собственные поступления 154 591 769,2 копейки. И безвозмездные поступления 151 360 374,49 копейки. Расходы на 2020 год мы также запланировали в объеме 305 952 144,21 копейка. То есть мы в первый год делаем забалансированный бюджет. Доходы равны расходам. Мы не делаем дефицита. Делать дефицит дальше действительно уже некуда. Долги города и без того немалые. Только по кредитам сумма достигла полсотни миллионов рублей. Есть также обязательства перед подрядчиками. Как и прежде, бюджет города дотационный. Дотация составит 30 миллионов рублей. Иные межбюджетные трансферты придут в размере 121 миллиона рублей. Основные доходы в городскую казну сформируют налоги. Подоходный, имущественный, совокупный. Вместе составит две трети собственного бюджета. Плюс средства от сдачи в аренду имущества и продажи активов. Акцизы потянут на 25 миллионов рублей. Это гораздо больше, чем ранее. Поменялась методика начислений, пояснили специалисты. До сих пор учитывалось количество дорог в собственности. Таково их 95. Теперь важна их протяженность. Два года назад у нас где-то 8 с чем-то миллионов было по акцизам. Потом на предыдущий год, 19-й, у нас было запланировано 11 миллионов. То в этом году уже 25 миллионов. Это радует. Радует то, что еще опять акцентировал, что у нас межбюджетные трансферты, которые субсидии, субвенции, дотации. Если дотация это та же методика на одного жителя рассматривается, она где-то в пределах 30 миллионов у нас. То есть она где-то на том же уровне, хотя у нас и в населении численность падает, но все равно где-то в пределах 30 миллионов остается. То есть может быть на одного жителя больше чуть-чуть. Дальше, а вот именно на газификацию, вот те мечты, которые мы рассматривали, что Петропавловка будет полностью газифицирована, она финансово подкреплена. 110 миллионов нам дают и я думаю, что вот как по планам уже, ну я думаю, в течение года-двух как раз и у нас газификация Петропавловки будет успешно завершена. Главные расходные обязательства значатся по следующим статьям. Жилищно-коммунальное хозяйство 186 миллионов рублей, общегосударственные расходы 55 миллионов рублей, национальная экономика 31 миллион рублей, культура 22 миллиона рублей. Самые весомые разделы по ЖКХ это жилищное хозяйство, обозначена сумма в 16 миллионов рублей, и коммунальное хозяйство более 120 миллионов рублей, в числе важных задач освещение улиц и благоустройство города. Благоустройство мы предусмотрели 49 миллионов 91 тысяча 257 рублей 70 копеек. Благоустройство у нас в этом разделе субсидия сидит к чистому городу. Чистый город у нас в данном разделе 31 миллион 609 тысяч 132 рубля 30 на копейку. В общей сложности у нас на чистый город идет 41 миллион 600, но как я ранее говорила, что в разделе дорожное хозяйство чистый город на обслуживание дорог 9 990. То есть 9 субсидий? Да, субсидий. Вот это тоже будут субсидии, да? Да, это все субсидии. Нет, все-все это субсидии. Потому что по порядку дорожного фонда там идет и обслуживание дорог. Обсуждая проект бюджета, депутаты интересовались программой по развитию в городе физической культуры и спорта. Оказалось, что такой программы нет. Финансирование предусмотрено лишь на содержание школы «Победа». Это 3 миллиона 400 тысяч рублей. Меня волновал, естественно, спорт, то, что программа, потому что тогда будет именно понятно, на что вот эти 3 миллиона 400 тысяч выделены. Понятно, что на содержание, да, это спортивная школа «Победа». Но там же есть тоже и зарплата, допустим, есть, и на стадион, и на Волгой есть, и на мероприятия есть. Вот сколько, на что? Вот хотелось бы это узнать. На мероприятия, допустим, выделили 70 тысяч. А сколько мероприятий в год проведено на эти 70 тысяч? Это достаточно или это недостаточно? Ну, чтобы вот такие вопросы знать. Еще 4 недели остается у депутатов, чтобы детально изучить проект бюджета, сформировать пакет дополнений и предложений. Будет комиссия у нас по жилищно-коммунальному хозяйству, то, что именно по нашему профилю депутатская комиссия. Будем заниматься именно конкретно этими вопросами, просмотрим детально и тогда, по виду, внесем какие-либо предложения, официальные письменно. По динамике, если смотрю с 2000 года, у нас, если раньше где-то доходная часть бюджета, вернее, даже налоги, которые собирались на этой территории, где-то в 2000 году 50% от собираемых налогов оставалось на нашей территории, и решали мы эти вопросы. Сейчас, по моей статистике, получается 15% только собираемых налогов и остается у нас. Плюс возросли вопросы местного значения по 131 закону, где-то раза 1,5-2. Опытным, можно сказать, путем определено тот минимум для функционирования муниципалитетов, чтобы нас мусор не завалил, собаки не съели и еще чего-то. Но сейчас я вижу положительную тенденцию, что федерация, понимая, наверное, это все, вот через такие программы вкладывает деньги в территорию. То есть не дает нам деньги, а через софинансирование развивает развитие комфортной городской среды, вот по аварийному жилью. То есть я вижу такие программы, которые поддерживаются федерацией, субъектами. И этим самым мы можем как-то выживать. И многие подтверждения этому есть. Мы по такой программе стадион построили. Сейчас вот я как бы в самом процессе участвую по аварийному жилью. И деньги выделяются большие, только надо пакет документов соответствующий отработать. Ну и по другим направлениям. То есть вот по газификации. То есть федерация помогает муниципалитетам вот по другой схеме. Татьяна Фомина, Анатолий Калинкин, Татьяна Дубинина, Ахтубинск ТВ.